добрый вечер дорогие друзья с вами опять я на фоне моего любимого стула 12 стула который остался мне по наследству от моего прадедушки ну что вам хочу сказать день сегодня прошел интересно всю ночь не спал но утром меня вырубило совсем я все-таки уснул где-то до 11 спал ел сегодня ну остались огурцы помидоры съел вечером меня пригласила к себе домой в гости моя педагог вокала у нее сыну 13 лет и она хотела чтобы я пообщался с ним рассказал свое видение как можно войти в жизнь чем заниматься что делать ну потому что как раз такой переходный возраст у пацана ему не непонятно что делать я пришел рассказал как я тоже был в таком состоянии мне 15 лет пихнули в мореходку родители я своего сына тоже мы ну как пихнули сидели разговаривали на кухне что делать советское время в армию забирали с камчатки в харьков из харькова в воде восток то есть из одессы куда-нибудь могли в тюмень отправить без разницы то есть лишь бы подальше от своего дома поэтому меня родители мама пригласила знакомого говорит давай устроим тебя в мореходку мне было 15 лет чтобы меня не забрали в армию я тут при ней учился в мореходке каждую субботу воскресенье мог приехать домой ну в общем нормально плюс воинское звание плюс гарантированно обеспечена работа после окончания мореходки ну советское время везде так было когда заканчиваешь какое-то учебное заведение тебя обязательно берут куда-то на работу потому что ну все было продумано у сына тоже мы сидели обсуждали но младшего моего что делать когда ему было 15 лет ягоду куда в мореходку или дальше будешь учиться мореходку ягоду поехали разговаривать на морозливскую ведь не не хочу в одессе ягода херсон но это я часто понимаю ему-то 15 лет подальше от папы не хотелось ему в одессе учиться ну ладно в херсон так херсон тем более там вроде дешевле ну все равно он там сняли квартиру первый год он конечно там куролесил потом ему повезло встретилась девочка они вместе снимали квартиру я немножко напрягался проплачивал эту квартиру но я доволен доволен что он закончил мореходку сейчас ходит в море я вам скажу удивительные процессы происходят вот он мне звонит и говорит так ладно это потом по поводу процессов я расскажу попадут вот с ребенку я этому рассказал педагогу вокала у нее четверо детей кстати молодая девушка 32 года и семья у нее хорошие там они набожные такие ну как верят бога но не пьют не курят нормально живут хорошо пообщался с ее сыном долго пообщался до полдвенадцатого то есть автоматически мне не дают спать приехал домой позвонил еще одной девушке автоному которая в автономном режиме пообщались тоже полчаса вот уже час ночи и не в одном глазу и не спится сейчас ролик запишу пойду прогуляюсь сегодня такие волны мощные как я и говорил что дом ходуном ходит как будто землетрясение подруга пришла год что такое что такое кто-то в стучите когда никто не стучится просто волна долбанула дом заколыхался вот и пришло мне вот такое вот интересное озарение сегодня у меня один человек подошел говорит я вас знаю ягод у вас уже брал книжки просто сейчас нет денег можете дать я вам потом занесу и у меня так раз так да ладно господи я не обиднею на одну книжку если подарил человеку принесет так принесет 100 рублей не принесет так не принесет ну не обиднею а потом в любом случае я проанализировал что закон сохранения энергии работает хоть ты тресни хоть круть верти хоть верть круть если ты кому-то что-то дал то тебе все равно это все вернется не от этого человека так от другого я решил провести эксперимент я продаю свои книжки я выпускаю анекдоты и мудрые книги у меня есть плюс я сказку написал свою это мое мировоззрение о сотворении мира я решил что я буду дарить людям книжки ну тут конечно скажет да я принесу потом деньги вот сейчас нету денег но я очень хочу почитать вашу книгу я почитаю потом вам принесу деньги 100 рублей когда принесет без разницы через день через неделю через месяц через полгода через год мне все равно главное чтобы человек сказал да я потом принесу и ну так конечно все все книги я не могу отдать я же без денег не могу остаться часть буду продавать а часть буду давать ну я могу позволить себе роскошь даже если мне не вернут деньги вот я заказал в этом году достаточное количество книг я могу по пять даже по 10 книжечек дай ну как давать людям в долг то есть под под возврат денег течение месяца даже вот 300 книг мы я вот так посчитал 300 книг могу дать вот такой вот интересный задумал эксперимент провести что будет но это мой бизнес я что хочу то и делаю сам изготавливаю я сам придумал сам написал сам издал за свои деньги выпустил могу регулировать как хочу могу дарить могу выкинуть могу продать считаю что каждый человек должен обладать такими способностями иметь роскошь подарить плоды своего труда красиво сказал записывать за мной надо иметь роскошь подарить плоды своего труда вот такая вот интересная у меня была мысль да и еще меня спрашивали почему же ты все-таки идешь за анастасии зелевича не за любовь карловой она же все-таки любовь карлова и красавица и молодая выглядит там и у нее все здорово и семья и и она рассказывает про чистки про все остальное а у анастасии все жестко сразу раз вошел и пошел еще раз повторяю у анастасии зелевич идет идеальный вариант входа в автономию то есть так как оно должно быть получается не получается второй вопрос но у нее метод приближенной к идеалу или даже я бы сказал идеальный метод который нужно применять идеально то есть входишь в автономию сразу не ешь не спишь не пьешь неделю другую третью проходишь ломку после этого когда уже у тебя прошла ломка входишь в автономию в идеале конечно у нее с кем-то нужно быть вдвоем втроем еще в идеале это нужно не работать еще в идеале это нужно иметь какую-то квартиру или какой-то номер в пансионате в гостинице вот чтобы кто-то со стороны наблюдал ну чтобы то есть ну и если вы втроем то в принципе вы можете и сами это наблюдать друг за другом и все вот и пошел 21 день выдержал лучше 67 дней откуда такая цифра понятия не имею вот пришло сейчас и все и тогда вы полностью автоном не есть не пить не спать уже потом вас уже с этого пути никто не свернет кстати я хочу заметить вот интересный момент происходит в окружении даже меня а любовь карлова опять немножечко мысли забегает вперед вернемся к любовь карлова почему не любовь карлова да хорошая девушка хорошая замечательная все у нее прекрасно семья деть у нее не есть не спит может быть спит по чуть-чуть но не пьет не ест у нее все хорошо но она когда ведет беседы с людьми вот я сейчас заметил я вам бишь посмотрел тоже ее роликов много она дает мантры откуда она берет эти мантры я как человек занимающийся медитацией прошедший много много различных традиций учений учителей знаю точно что каждый учитель дает свою мантру но от одного учителя я узнал что мантра дается только на переходный период и учитель который дает мантру он несет за тебя ответственность любовь карлова этого не говорит она дает мантры для чего они даются на какой период эти мантры даются на один день на одну минуту на одну секунду что они дают непонятно и я считаю что если уж она дает мантры то она должна брать на себя ответственность довести человека до полного автономного режима жизни она не берет на себя такой ответственности она просто дает информацию как вам очиститься давайте попробуем мантрами может быть они помогут может быть не помогут то есть это все такое губы сушит не знаю почему вроде бы чайку сегодня пил чай чай посадил мне горло кстати заметил тоже почему я кофе-то пил потому что кофе меньше садят голосовые связки чем чай чай пакетиках берешь и у тебя садят голосовые связки кто-то мне звонит не буду отвечать потом перезвоню дозаписываю ролик на телефон записываю так что мне еще интересного пришло сегодня в голову да кстати день у меня сегодня был такой счастливый дочка приезжала с внуком не виделись давно зашли я кормил ребенка он кормил меня такое счастье себе представить не можете ребенку годик 9 такой прикольный такой интересный поставили такую маленькую пиалку сметаны он мне на ложку там макнул ложку там капелька попала мне в общем я сегодня сметанки может быть пол чайной ложки съел так что ну я думаю что это это не такой большой грех и пирожным у меня кормил тоже там чуть-чуть чуть-чуть я не ем же мучного он тоже там где-то может быть пол чайной ложечки тоже так взял так и мне папа я не папа я деда дочь это деда но хорошо так замечательно в общем испытал немножечко счастья сегодня счастье и опять же я разговаривал по поводу автономии вот семьей своего педагога вокала с ее мужем я говорю самый большой грех самое большое неведение человека это то что он не знает сколько он проживет только это же счастье что ты не знаешь что счастье ты сейчас завтра ластами щелкнешь ты оставишь семью без кормильца непредсказуемо не известно там где-то если договора какие-то подписал потом придут к твоей жене начнут требовать своих детей стоит ну это же не серьезно поэтому если ты не знаешь сколько ты прожил значит ты уже не под богом ходишь как бы какие-то книги не читал хоть ты всю библию наизусть выучи ты находишься под контролем какого-то другого дяди как он называется дьявол бог материи люцифер неизвестно как он называется но уже все ты ты как человек как дитя бога ты должен знать сколько ты проживешь воспитал детей понянчил внуков увидел правнуков потом собрал всю семью и говоришь все ребят я нажился я поехал путешествовать по планете на путешествовался опять собрал всю семью игры все детей породил деревья посадил дом построил или как там тещу посадил хижину вырыл детей родил на том спасибо все надоело жить ухожу дети горит нет подожди вот у меня день рождения у меня там праздник у меня то побудь еще немножко хорошо ладно побуду еще немного все знают все согласны все потом ухожу и все и никто не плачет никто не страдает все готовы к твоему уходу все знают что ты уйдешь 150 200 лет сколько захотел столько и прожил то есть ты должен быть хозяином этой жизни вот так должно быть а не так как у меня в моей жизни произошло жена в 37 лет ушла я потерял смысл жизни так забухал что ребенка на целый год отдал одной женщине что в общем сейчас стыдно об этом вспоминать ладно но на хорошей ночи за и завершим этот ролик мне сейчас позвонил друг не дают спать я же говорю не дают спать сейчас ему перезвоню опять будем общаться потом у меня и пойду встречать на автовокзал девушка ко мне сегодня проезжает вот так что жизнь полна радости полна счастья да про сына скажу у хорошие мысли он сейчас в море он говорит папа я заработаю денег и поеду учиться в женеву в швейцарию у меня волосы его стали он будет хочу быть бизнес менеджером или как-то правильно называется в общем там очень интересная хорошая школа начальный этап обучения 12 тысяч долларов он как я сам заработал этих денег и могу себе позволить такую роскошь понимаете это вот я и это я еще даже не вошел в режим автономии я только просто перешел на сыроедение иногда даже выпиваю чашку кофе я просто перестал есть вареную перестал есть мучное и очень редко ем и пытаюсь депривировать сон то есть у меня просто мысли идут автономные как правильно уйти от еды от воды от от сна просто я начал вещать и через это сам вхожу в это состояние через вещание у меня происходит мое осознание красиво сказал чем больше говоришь об автономии тем больше повышается сознание тем быстрее мне легче будет перейти в это состояние автономии вот такая вот интересная вот штучка происходит потом 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 расскажу вдруг звонил звонила должен перезвонить в общем на этом заканчиваю ролик желаю всем счастья любви добра побольше посылайте добра во вселенную и вам вернется это добро любовью счастьем богатством и и не жалейте дарить чем больше даришь тем больше тебе возвращается кстати дарить гораздо приятнее чем получать за сим заканчиваю всего доброго до свидания даже мою кнопочку неудобно взял мой стул 12 бриллиантов там нет